В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Екатеринбургская семинария временно перешла на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Как сейчас проходит занятие в Уральской духовной школе, узнавала Варвара Антропова. Варвара Антропова Варвара Антропова Бывает так, что студент проживает в сельской местности, и дома у него нет хорошего проводного интернета. Как решается эта проблема? Ну, лекцию можно записать на видео. Подают литературу просто-напросто таким студентам. То есть, таких студентов, их мало, но они все-таки есть. Подстраиваться под новый учебный режим приходится и самим учащимся. Если ты учишься дома, то нужно, опять же, делать скидку на то, чем сейчас заняты твои домашние. И уже приходится жизнь свою построить под них. Ну, это, в принципе, нормально. Вот учиться все равно, тем не менее, не надо. И никто не говорил, что это будет как-то легко. Помимо образовательной деятельности в Екатеринбургской духовной семинарии в удаленном формате работают и кафедры. Дистанционно решается ряд важных организационных вопросов. В видеоформате провели заседание кафедры церковной истории и филологии. Это был такой первый опыт для кафедры, для семинарии в целом. И сами организаторы мероприятия признаются, что собрали преподавателей на кафедру больше, чем в обычное время. В некоторых вопросах, касающихся образования, действительно, такой формат кажется более приоритетным и полезным. Надо отметить, что переход Уральской духовной школы на дистанционное обучение был нерезким, так как с 2017 года работа в подобном формате ведется со студентами заочного отделения магистратуры, а с 2019 с учащимися подготовительного курса заочного отделения. По словам сотрудников семинария, приобретенный опыт будет очень полезен для дальнейшего развития. По мере необходимости удаленный формат можно будет совмещать с традиционной системой обучения. Продолжение следует...